Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Екатерина Паутова, и сегодня мы продолжаем наш видео-курс родительского лектория, посвященный вопросам воспитания и образования ребенка. В этом видео мы с вами поговорим о том, как домашняя атмосфера влияет на школьную жизнь ребенка. Вы наверняка слышали, что все происходящее с ребенком дома отражается на его школьной жизни, и это именно так. Главная мысль, которую нам надо сегодня запомнить, это то, что ваше поведение дома отражается на поведении вашего ребенка в школе. Разберемся с самого начала. Первичным этапом формирования детского поведения является импритинг, так называемое запечатление, закрепление в памяти признаков объектов или формирования или коррекции врожденных поведенческих актов. То есть ребенок, смотря на родительское поведение в определенной ситуации, запоминает его и в будущем в своем опыте его и воспроизводит. Это касается и межличностных отношений. Первые отношения ребенка выстраиваются с мамой с того самого момента, когда она берет его первый раз на руки. Через нее он учится доверять миру, изучает его и себя, стоит первые представления о себе. На этапе кормления формируется механизм удовлетворения своих потребностей. Далее, на этапе игры, ребенок учится примерять различные социальные роли, формирует свою самооценку, а на протяжении всего своего детства смотрит на то, как взрослый общается с окружающими и с самим ребенком. Так что, если вы любите поспорить в магазине или позволяете себе грубо разговаривать с другими людьми, то будьте готовы к тому, что ваш ребенок может быть груб и со своими одноклассниками, и с учителями. Все, что ребенок слышит и видит дома, скорее всего, принесет в школу. В основном это касается негативно окрашенных сфер, разного рода ругательств, грубости, крики, рукоприкладства. Это объясняется тем, что негативный опыт лучше закрепляется в памяти, следовательно, если вы накричали на ребенка из-за того, что он вам мешает готовить ужин, то в классе он может также накричать на ребенка, который помешал его деятельности. Но это работает и в обратную сторону, если вы будете проявлять уважение к своим детям, друг к другу, к окружающим вас людям, то ребенок переймет это у вас и также будет общаться и с детьми, и с учителями в школе. Важно не только научить ребенка уважать людей рядом, но и объяснить ему, почему уважение это важно. Фраза «уважай взрослых, потому что они старшие» вряд ли тут пойдет. Дайте понять ему это на собственном примере. Уважайте своего ребенка. Помимо поведенческих навыков, семья может влиять на школьную жизнь ребенка и его воспитанием. Задача родителей воспитать социально адаптированного человека. Для этого важно поддержать адекватный уровень самооценки ребенка, дать ему свободу, считаться с его мнением и не навязывать свое. Не давите на него, воздержитесь от манипуляций, оскорблений и тем более от рукоприкладства. Почувствуйте интересы вашего ребенка, не навязывая свои. Учитесь у ребенка, нет ничего плохого в том, что он будет знать чуть больше, чем вы. Теперь с вами поговорим про конфликтные ситуации. Нередко родители сталкиваются с ссорами и драками ребенка в школе. Что же с этим делать? Если именно ваш ребенок зачинит конфликты, то стоит, во-первых, выяснить причину, по которой он это делает. Это могут быть обида, злость, зависть или чувство беспомощности. Для этого создайте безопасную атмосферу внутри семьи, в которой ребенок сможет поделиться с вами своими мыслями и чувствами. Во-вторых, проведите воспитательную беседу. Научите ребенка поступать иначе, объясните все нюансы разрушительного поведения. Помните, что именно вы лучший пример для своего ребенка. Если же ваш ребенок сам стал жертвой буллинга, то самое первое, что ему нужно в данной ситуации, это ваша поддержка. Не стоит бежать в школу и самому разбираться с обидчиком. В этом случае ваша основная задача – научить ребенка адекватно реагировать на ситуацию, уметь анализировать свое поведение и поведение окружающих его людей. Расскажите ребенку о правилах, о его правах, о том, что он имеет право на личное пространство, на собственное мнение, на высказывание и обсуждение разных проблем. Важно заметить, что хоть и семейная жизнь влияет на школьную, родителям не стоит сильно внедряться в эту сферу жизни детей. Школа – отдельный мир подростка и ребенка. Там устанавливаются особенные связи, выстраиваются иерархии, которые подчиняются особым правилам. В школьных ситуациях, которые не относятся к учебному процессу, родители могут лишь помочь, дав добрый совет или морально поддержать своего ребенка. Эти нехитрые правила позволят вашему ребенку легче освоить школьный мир, выстроить отношения с учителями и одноклассниками, а вам будет проще общаться с собственным ребенком.